Здравствуйте, меня зовут Казарян Гаек Мушегович, кандидат медицинских наук, главный врач клиники. Здравствуй, на Щелковской. Сегодняшняя наша тема – это бурсит локтевого сустава или локтевой бурсит. Бурсит – это от древнего латынского слова «сумка», то есть воспаление синавиальной слизистой сумки суставов. Бурсит может возникнуть часто у спортсменов, это при чрезмерных нагрузках на суставы, у тех, кто занимается перевозкой грузов, тяжести, при травмах, естественно, околосуставной сумки, при инфицировании воспалительных процессов околосуставной сумки и самого сустава. Основными симптомами бурсита, которые пациенты могут выявлять сами у себя, это является на месте анатомически расположенной сумки, ограничена округлая форма припухлость, есть ощущение жидкостного скопления в этой сумке, отек, покраснение и гипертермия – это повышение температуры локально. При выявлении хоть одного из этих симптомов, естественно, первая рекомендация – обратитесь к врачу. Во время приема врача основными, так скажем, диагностическими факторами являются, естественно, первое – это сбор анамнеза, давность заболевания, факторы, которые могли подвергнуть боли в области бурсы суставной сумки. В дальнейшем доктор, собирая анамнез, направляет на диагностику, это может быть ультразвуковая диагностика, МРТ-диагностика, естественно, это сбор, взятие анализа крови для исключения системных воспалительных процессов, исключения острого воспалительного процесса. Хирургическое лечение бурсита можно разделить на два этапа. При хроническом неостром состоянии пациент может в домашних условиях помочь себе. Это холодные компрессы в области воспалительного процесса, чтобы снять отек воспаления. Один из главных факторов – это ограничить нагрузку на этот сустав, где воспалительный процесс, не рецептурные противовоспалительные препараты для снятия воспалительного процесса. При остром состоянии, естественно, лечение проходит под контролем врача. Это может быть пункция бурсы сумки для того, чтобы убрать оттуда жидкость, ведь по состоянию жидкости, естественно, дальше идет индивидуальный подбор лечения под каждого пациента. При выявлении гнольного эксудата идет пунктат, проходит на посев для подбора антибиотиков. При выявлении геморрагического содержимого, то есть крови, естественно, это подбор другого лечения. При выявлении воспалительного серологического эксудата в область сумки вводится глюкокортикоиды, то есть гормональные противовоспалительные препараты. К сожалению, бывают случаи, когда консервативное лечение не помогает, естественно, рекомендуется хирургическое лечение, заключается хирургическое лечение в удалении самой сумки. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, пишите ваши вопросы и мы обязательно ответим вам. Продолжение следует...